Медиапроект Молодежка 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 С учебой дела? С учебой не так прекрасно, как со здоровьем, но тоже идем к успеху. Все хорошо, падаю, говорил известный советский киноактер в известной киноленте. В бой идут одни мужики, старики. Дарина, у тебя как дела? У меня тоже все хорошо, очень рада быть сегодня здесь. Тоже немного соскучилась за такой долгий период, когда мы не виделись. У меня очень хорошее настроение сегодня, чувствую себя тоже хорошо. С учебой тоже согласна с рынком, что немножко сложно, потому что в школе было легче сосредоточиться на том факте, что ты сейчас должен учиться, чем дома. Да, это правда. Когда там за стеной диван, там Wi-Fi, такие удобства, там обед ждет, ты можешь в любой момент пойти поесть, очень расхолаживает. Да, и самое главное, у меня часто какие-то встречи на обеденное время по онлайн делают, и это всегда так неудобно, потому что у меня урчит в животе, это как-то скорее закончится, и я хочу пойти себе делать покушать. А я, кстати, ел во время вот этих, во время учебы, я просто камеру выключаю, серьезно, да. И там, если кто спрашивает, там, почему камера не включена, я скажу, у меня обед, я как бы... То есть вот дистанционное обучение, оно немножко расхолаживает. Да, но в этом есть и свои такие достоинства очень интересные, что такого никогда не было раньше, что там все дома сидят, там общаются, учатся. Это здорово, но в этом есть какая-то такая изюминка, шарм какой-то есть. Угу. Хорошо, значит, сегодня мы решили затронуть такую тему, как вы уже слышали, наши дорогие радиослушатели или зрители каналов, мы как бы рекламу сделали такую. Хотели затронуть тему, как христиане могут помогать окружающим. Что сегодня христиане могут сделать тем людям, которые живут рядом с нами, или с которыми мы учимся, или с которыми мы работаем, или с которыми мы на одной лечной площадке, или с которыми мы гуляем, или сталкиваемся таким образом на улице. Вообще, можно ли что-то сделать в этом отношении? Когда я готовился к эфиру, я заметил, как много новостей есть, связанные вот именно с этой темой. Как много на самом деле предоставляется возможностей послужить. И хотелось бы сегодня это обсудить именно с молодежью, потому что у молодежи всегда свой какой-то особый взгляд на вещи, на происходящее. Хотелось бы послушать вот в этом плане тоже молодое подрастающее поколение. С другой стороны, поделиться где-то своими наблюдениями. И я думаю, что это будет такой позитивный, приятный вечер в кругу молодежи, когда мы можем с вами будем общаться. Молодежь. Молодежь. Редко обходится без пения. Молодежь объединяется в музыке, в хвале, к Господу. И песня, которую мы сейчас хотим предложить вам, это песня, которую на самом деле Дарина перевела с английского языка. Дарина, к тебе сейчас серия вопросов. Скажи, пожалуйста, что тебя в этой песне в самом начале заинтересовало? То есть ты обратила на нее внимание, потому что там была интересная музыка, мелодия? Или тебя коснулись прежде всего слова? Не ожидала, что такие вопросы будут. Но в первую очередь, конечно, когда я эту песню просто услышала, я такая, о, приятная, добавила ее себе в плейлист. И неожиданно, но мне начала играть очень-очень часто. И меня очень коснулся перевод, ну, как бы слова, которые были в припеве. То, что для нас Господь осветил все небеса звездами, и все Он сделал для того, чтобы мы Его увидели. И меня это так коснулось. А потом я подумала, что вот тоже вот хочется тоже что-то сделать такое, чтобы было полезно и для церкви, и для всех. И я подумала, что если у меня есть такая воспособность, какой-то мне Бог дал, что я могу понимать на английском слова, почему бы, если у меня еще и такой немножко стихотворный момент, что я могу иногда что-то такое по рифме подобрать, почему бы не попробовать перевести? И я помню, когда я села, у меня так сердце наполнилось, что я села и на одном духу просто написала, и потом долго прям даже благодарила. И у меня, когда я потом спела то, что получилось, у меня на сердце было так тепло, потому что я осознавала, что Бог мне помог вот сделать так, чтобы мы потом вот и в церкви, конечно, спели. И вот таким образом порадовать многих людей, которые рядом. Сколько у тебя занял перевод? Сам перевод? Ну, наверное, где-то час я так просидела за ним, чтобы... И как она в английском варианте называется, или слова припева там? Ну, на английском она называется как «Light up the sky», то есть как раз-таки «Осветил небеса». Хорошо, ждем с нетерпением вашего выступления. Пожалуйста, вам слово. Я только сейчас понимаю, какая честь не выпала тоже исполнить эту песню. Готова? Да. Если чувствуем тоску, и путь кажется долгим, И дорога к отцу стала трудною многим. Если ночь спустилась вдруг, и потемнело все вокруг, Знаю, ты всем лучший друг. Ты осветил небеса, создал все звезды в небе, Показал, как любишь. Не могу я сказать, не могу сказать, Что ты кого-то бросишь. Ты открыл нам глаза, Чтоб мы увидели тебя, Ты осветил небеса, Создал все звезды в небе, И показал, что любишь. Если звезд не видно вдруг, Не видно их сиянье, И сомнения вокруг Заткнивают мечтания, Если врезок я концу, Ты заполняешь пустоту Любовью своей. Ты осветил небеса, Создал все звезды в небе, Показал, как любишь. Не могу я сказать, Не могу сказать, Что ты кого-то бросишь. Ты открыл нам глаза, Чтоб мы увидели тебя. Ты осветил небеса, Создал все звезды в небе, И показал, что любишь. Тогда бегу прямо к тебе, Ты восход и солнца свет, Велика любовь ей, Невозможного нет. Ты осветил небеса, Создал звезды в небе, И показал, как любишь. Не могу я сказать, Не могу сказать, Что ты кого-то бросишь. Ты открыл нам глаза, Чтоб мы увидели тебя. Ты осветил небеса, Создал все звезды в небе, И показал, что любишь. И показал, что любишь всех нас. Что же, прекрасное пение. Прямо не хотелось, чтобы эта песня заканчивалась. Хотелось слушать и слушать. И еще, я думаю, мы от лица всех наших радиослушателей, зрителей и присутствующих в студии пожелаем дарения творческих успехов, дальнейших, Так что она еще, может быть, Перевела несколько песен, Раз у нее так все хорошо получается. Может быть, конечно, Это было вдохновение. Бывает такое, да, Когда нахлынут чувства, И как-то вот так все получится На одном дыхании. Может быть, Следующая песня Дастся тебе потруднее, И придется вместо одного часа Провести, скажем, Одну неделю за переводом, Подбирая нужные слова, И чтобы передать смысл, Это не всегда так просто сделать, Переводя с одного языка на другой. Но, тем не менее, Я думаю, что получилось очень хорошо. Слава Богу, что Бог вдохновляет тебя. Пусть и дальше это продолжается в твоей жизни. И, собственно говоря, смотрите, Это первый ответ на наш вопрос, Как сегодня христиане могут помочь окружающим? По-моему, прекрасный вариант Сидеть и, ну, скажем, Творческим людям, да, Тем, кто связан как-то с музыкой, Перевести песню С английского или другого языка, Может, с южнокорейского, На русский язык, Подобрать все песни. А там есть, что переводить. А там есть, что переводить. Там непочатый край работы. Я услышала, я займусь. Так что, по-моему, Отличный вариант. Рэн, а, кстати, Как у тебя в плане музыки? Я знаю, ты музыкальный человек, Ты не можешь без музыки сделать и шагу. А как-то вот карантин, Пандемия, Изоляция помогает? Тоже больше тебе времени стало Заниматься этими вещами? Честно сказать, Когда вот только вот Начались разговоры про самоизоляцию, Про прочее, ну, все. Это просто вот Я просто вот упаду в океан творчества И вот там вот растворюсь. Просто буду постоянно вот заниматься, Ну, музыкой. То, чем мне нравится. Но домашняя работа Сказала нет. И в итоге я все время уделяю ей. Но это моя неорганизованность. Вот я каюсь перед всеми слушателями, Кто слушает, Что я не умею пользоваться, Владеть, Я не владею временем. Поэтому, если я научусь, То я определенно смогу Вот уделять музыке тоже нужное время. Но я это все откладываю, Ну, как бы на лето. Что летом я точно вот этим займусь. Вот. Поэтому я со своей стороны тоже вспоминаю, Когда только уверовал, Скажем, 15, 16, 17 лет Было такое время тоже, Когда, ну, вот на уровне музыки, Да, со мной тоже Бог много говорил. То есть через песни Я много для себя открывал. Меня поразило, что есть. На тот момент я, Как из нехристианской семьи, Открыл для себя просто целый мир, Да, христианской музыки. Я удивлялся, что о Боге можно петь Ну, вот в современном, В современном таком виде. И тоже полюбил музыку. Тоже мне хотелось писать, Учить новые песни. Мы переписывали эти песни в тетрадке. Были специальные тетрадки. Сейчас, может быть, Далеко не все понимают, О чем идет речь. Ну, специально. Сейчас специальные папки в заметках есть. Сейчас специальные папки в заметках, да. Тогда заметок не было. В другом виде они были. Но, в общем, действительно, Есть возможность как-то выразить Свои чувства Богу, да, В музыке, в песнях, в поклонении. Хорошо. Мы немножко отвлеклись от темы. Ну, собственно говоря, Может быть, и не отвлеклись. Потому что мы заметили, Как можно, да, Первый вариант, Как проводить время, Которого стало, может быть, Больше обычного, Чтобы с пользой проводить его. Вот можно развиваться в творчестве. Но мы вернемся к нашей сегодняшней теме. Как сегодня христиане могут помочь окружающим? Что мы со своей стороны можем сделать? И сейчас я хотел бы предложить вашему вниманию Небольшой видеофрагмент, Видеофрагмент, в котором Влад Качуков, Это блогер, христианин. Я нашел его через христианский мегапортал Invictory.com Если кто-то знаком, Может быть, не знаком, Можете узнать, там большой ресурс. И, значит, мой взгляд привлек Как раз вот проект Христианство без шаблонов называется, В котором как раз Влад размышляет Над аналогичной темой, Что мы сегодня можем сделать, Как христиане окружающему нас Миру. Поэтому несколько минут уделим И посмотрим внимательно. Привет всем, это Христианство без шаблонов. И здесь мы говорим о вызовах, Которые стоят перед церковью сегодня. За годы своего существования Церковь выработала ряд принципов По тому, как взаимодействовать С людьми, которые находятся Вне церкви и окружают ее. Но сегодня все чаще можно услышать О том, что бывшие методы Уже не столь эффективны И теряют свою актуальность. И сегодня перед каждым Христианином стоит вопрос, Что я могу сделать для людей, Которые окружают меня И как я могу проявить к ним любовь свою. В этом выпуске мы поговорим Об одной церкви из Техаса, Которая, благодаря тому, Что отказалась от одного Из старых методов взаимодействия С обществом, смогла послужить Более чем четырем тысячам семей И тем самым вдохновила Многие церкви В других городах. Весной 2018 года Церковь Завета в городе Кэролтон Погасила долги Более чем четырех тысяч семей На общую сумму Десять с половиной миллионов долларов. Старший пастор церкви Стивен Хейс Объяснил, что в предыдущие годы Церковь тратила около 100 тысяч долларов На рекламу своих пасхальных богослужений. В 2018 году церковь решила Пожертвовать сумму, которую они до этого Тратили на рекламу своих богослужений Организации Rip Medical Debt, Которая занимается Выкупом медицинских долгов По центу за один доллар долга. Таким образом освобождая людей От их долгов. Говорят, что гениальные вещи просты. И Стивен Хейс подтвердил это утверждение. Для большинства американцев Вопрос долгов является Одним из самых болезненных в их жизни. И решение церкви о передаче денег Организации, которая занимается Выкупом этих долгов Стало простым ответом На сложную проблему тысяч людей. Каждая семья получила письмо О том, что их долг был выплачен. По словам Стивена Хейса, Это стало символом жертвы Христа, Который взял на себя грехи людей, Тем самым освободив их от рабства. К примеру церкви завета Последовали ряд церквей в других городах. Среди них была церковь Револушин Анаполис в Мэриланде, Насчитывающая 170 прихожан. Пожертвовав 15 тысяч долларов Организацией Рыб Медикал Депт, Церковь погасила долги 900 семей на общую сумму Почти в 2 миллиона долларов. Как объяснил пастор этой церкви, Они делали это независимо от того, Ходят люди, которым был уплачен долг В церковь или нет. Это было с целью показать, Что такое безусловное прощение. На момент записи этого выпуска Подобная акция прошла в штате Мичиган. Местная церковь, последовав К примеру общины из Техаса, Помогла погасить долги Почти двум тысячам семей. Каждая из упомянутых церквей Показала, что благодаря простым вещам Можно послужить тысячам людей, Которые нуждаются в помощи. Мы уверены, что таких примеров есть много. Если ваша церковь занимается Такими проектами или вы знаете людей, Которые делают такую работу, Напишите об этом в комментариях, А мы расскажем об этом нашим Зрителям и читателям портала Инвиктори. Именно ваш пример Может стать вдохновением Для других людей. С вами был Влад Качуков И проект Христианство без шаблонов. Подписывайтесь на наш канал И следите за нашими Следующими выпусками. Итак, вы слышали, да? Команду подписывайтесь на наш канал. Это был Влад Качуков С проектом Христианство без шаблонов. И то, что мы с вами сейчас увидели И послушали, как раз был ответ на вопрос Как сегодня христиане могут помочь окружающим. Что мы для себя извлекли? Оказывается, что некоторые мега-церкви, Которые могут позволить себе даже Такие вещи, как оплатить Медицинские долги в США. А это известный факт, что медицина В Штатах очень дорогая. И для многих людей это большая проблема. Когда они просто Не могут оплатить какие-то вещи. И эти долги висят над ними много лет. И получить такой подарок С большой буквы, да? Подарок. Это, конечно, действительно большое свидетельство. Будем надеяться, что это Располагает людей Задумываться о Боге, о тех истинах, Которые Вот так же за этим поступком Можно увидеть Такую безусловную любовь и прощение. И это располагает людей Тоже искать Бога. Но у нас нет денег, чтобы платить долги. А у меня точно нет. Оказавшимся В таких проблемах финансовых. Но может быть у нас есть что-то другое? Давайте подумаем сейчас Начнем даже с молодежи. Вот что вы, ребята, молодежь Можете сделать Вот в тех условиях, которые сейчас оказались Многие люди Карантин, самоизоляция Со своей стороны, как верующие люди Что мы можем сделать? Давайте подумаем И попробуем Сформулировать Кто начнет? У меня есть такая мысль Мы сейчас с Дариной перемигнулись Я первый начну И вот у меня такая мысль Что во всех этих обстоятельствах Очень много людей поддаются панике Вот прям мои друзья разделились Как бы на два лагеря Те, которые считают, что это все накручено Что это все преувеличено И что бояться, собственно, нечего Другие ребята Они, наоборот, очень осторожны Они так Там вот руку не жмут Потому что если с одним я могу там Брататься, обниматься Вот и троекратно целоваться То с другими Там, например, вот так вот Чисто локотками Так поздороваемся И все И вот я думаю, что в таком В такие моменты Когда кто-то реально переживает Вот за то, что с ним может это случиться Или с его близкими Это хорошее, конечно, опасение Но не стоит этим злоупотреблять Скажем так Я думаю, что вот мы, как христиане Вот в это время Можем элементарно ободрять Это очень нужно Это необходимо людям Потому что я вот по себе знаю Я довольно Довольно трусливый В плане, что я очень часто боюсь Каких-то обстоятельств И чем больше вот я об этом думаю Тем больше начинаю переживать И как важно, чтобы в этот момент Был какой-то человек Который мог сказать Да все нормально Смотри Что вот тут хорошо Здесь хорошо И вот реально успокоить Эмоционально Эмоционально, да То есть вокруг ничего не изменилось А мое отношение к этому изменилось Очень важно, чтобы мы были теми людьми Которые не нагоняют панику И не говорят, что там Что мы все умрем Что вон там больше заразилось Там больше умерло А вот Ободрять Ободрять Эмоциональное ободрение Это, кстати, один из таких тоже ключевых Для меня вот Когда я готовился к этой теме Моментов На которые Ну как бы если посмотреть С библейской точки зрения Можно сказать, что это Ну вот то, что называется душевным Мы понимаем, что есть такая Тройственная природа Духовная, душевная и физическая Мы Вот в этих трех таких направлениях Можем тоже развиваться И вот то, о чем ты говоришь Это душевно То есть можно Ободрять человека На уровне чувств Эмоционально поддерживать Что тоже важно Дарина Что-то еще, может быть, добавишь? Ну, тоже согласна Что такая эмоциональная поддержка Очень важна И я заметила за собой Что вот из-за того, что сейчас Меньше времени Так вот видеться Есть Я начала С такой целью тоже Ободрять Больше созваниваться И больше даже Начала вот делать То, что я раньше не делала Снимать про себя видосики И своим друзьям это Отправлять Чтобы, ну, просто как-то так поддержать И если они вдруг по мне соскучили Чтобы они могли посмотреть Вот Но одна история Ты могла отправлять им свою песню? Уже? Уже сделано? Вот Но одна история, которая Ну, как история, так как факт Который меня очень тоже затронул Он, конечно же, произошел в Южной Корее Это то, что... Где же еще? Где же еще для нее приятные новости происходит? Там был один водитель автобуса Потому что автобусные линии не могут отсказать Потому что на этом держится большинство И зачастую в автобусах крутят постоянно вот эти новости Вот столько-то зараженных Вот такая-то ситуация на все ухудшается Ухудшается И он понял, что все эти такие тяжелые Тяжелые информации очень нагружают даже тех, кто просто едет И они и так вот стали это слушать И он их отключил И когда кто-то заходил, он говорил Я так рад, что вы зашли Пока ехали в автобусе Он говорил Какие вы все молодцы Ездите на работу Я так и за вас рад Рассказывал свои истории из жизни И вот таким образом пытался Вот хотя бы в автобусе Чтобы люди могли немножко отдохнуть От всего того, что происходит вокруг Вот это тоже так вот Мне показалось, что нам же тоже нетрудно Так вот просто не заводить об этом Постоянно разговоры Чтобы наши мысли не были только на это обращены В повседневной жизни Рэйн, комментарий? Я, ну, согласен Это очень милая история Да, она просто прелестная Я, кстати, подумал, что Мне кажется, что он не только во время пандемии так делает Но может быть Иногда он тоже себе позволял И до этого, так сказать Но это замечательно Вот я бы хотел в таком автобусе Поехать Ну, мне кажется, что, знаешь Пока ехали, наверняка Кто-то из тех, кто едет А у меня тоже есть такая история Да, и мне кажется Мне кажется, что многие забыли Что вокруг происходит Что в стране происходит Что-то классное И как бы забывается вот это все То есть Очень ободряет Очень ободряет Что он тоже предлагал Что какую песню хотите послушать Он еще музыку ставил Да Отчет Это очень классно Четко Можно посмотреть два текста Вот у вас есть Давайте У меня есть, да Не-не-не Два текста из Священного Писания Что касается такого вот Эмоционального ободрения Поддержки Что мы к этому призваны Допустим, второе послание Коринфянам Если можете, тоже откройте Вместе с нами Если нет, послушайте Первая глава, четвертый стих Апостол Павел Коринфянам пишет И что он пишет К чему он призывает Второе Коринфянам 1.4 Смотрите Значит, выше говорится о том Что благословен Бог И Отец Господа нашего Иисуса Христа И дальше сказано Утешающий нас во всякой скорби нашей Да, во-первых, мы, как верующие люди Можем иметь Что? Утешение в Боге Это большое преимущество Но дальше сказано Чтобы и мы могли утешать Кого? Находящихся Во всякой скорби Тем утешением Которым Бог утешает Нас самих То есть, вот то, о чем Говорил ты, Рейн И Дарина Собственно, мы к этому и призваны Да, утешать Тем утешением Которые получили сами От Бога И это здорово Это такое, я думаю Очень приятное Тоже, как бы, служение Назовем это Когда мы со своей стороны Можем увидеть Ну, изменения Человек пришел там Перепуганный Или встревоженный И вот у него все мысли Только об этом А после общения с нами Человек уходит Там, улыбнулся Да, и уходит Такой вот И вздохнул так С облегчением И говорит Что, как здорово Что я тебя встретил Как здорово Что мы пообщались Например, да И вам будет приятно Ну, и понятно Что для человека Этого будет очень приятно И еще один момент Книга Деяния Святых Апостолов 27-я глава Уже догадываетесь, да 27-я глава Это уже почти конец Главы Там уже речь идет О том, как апостол Павел Движется В Рим И что его там ждет Самые неутешительные прогнозы И вот в этом, казалось бы Таком состоянии Для многих был бы это Стресс Паника Ужас Вот я еду в Рим Там меня ждет суд Скорее всего, казнь А апостол Павел Вот в этих обстоятельствах Смотрите 25-й стих Говорит следующее Вот он пересказывает Встречу с Богом Когда ему было видение И он говорит Что ангел Бога Явился мне и сказал Не бойся, Павел Тебе должно предстать Предкесаря И вот Бог Даровал тебе всех Плывущих с тобою Посему Ободритесь Мужи То есть мужчины Ибо я верю Богу Что будет так Как мне сказано Еще раз говорю Что апостол Павел Был в очень Таких Трудных обстоятельствах Его ждет Суд и казнь Они Долгое время Да Совершают вот это Путешествие Они попали В бурю В шторм И несмотря на все это Бог утешает его Через вот это Ночное видение И он смотрите Передает вот это утешение Как мы говорили И он еще другим Говорит Слушайте вы Мужчины Моряки Там и воины были И моряки Матросы И он им говорит Всем Мужчины Ободритесь Как это сильно Да звучит Как бы вот И тоже иметь Такую вот веру Упование И надежда На Господа Чтобы Несмотря на обстоятельства Можно было бы Других людей Таким же образом Ободрять Это Может позволить Только Господь Только Бог Может наполнить сердце Вот такой Уверенностью В завтрашнем Мне Поэтому мы призваны Ободрять Утешать Да На таком Скажем Уровне Назовем это Душевный Уровень На уровне Чувств И эмоций О том Каким еще Образом Можем Помогать Со своей стороны Мы Как Христиане Мне бы хотелось Сейчас Послушать У кого-то Из вас Есть материал Про Служение В Индии Есть Дарина Пожалуйста Расскажи нам Мы так И вот еще Сможем посмотреть Некоторые фотографии Которые связаны С этим Ну вот С этими С этой новостью Пожалуйста Ну да В Индии Она получается Я как бы Тоже узнала Она оказывается Вторая по населению По численности Населения Стран в мире Так Давайте остановимся На этом Вторая Сколько населения 1,3 миллиарда Ну понятно Их обошла Только Обошел только Китай Да А кто на третьем месте Кто знает Я знаю ответ Кто А я так понял Что Вы должны еще угадать А мы должны угадать Дарина угадай Кто на третьем месте По численности Беспонятно Ну ладно Раин Мы не угадали Не ну хотя бы Предположи Южная Корея Неправильно Да Неправильно Третья по численности Населения Страна И является США И интересный Такой момент Да Если Индия Миллиард Триста миллионов То США Ну просто Триста миллионов Без вот этой Маленького аппендикса В один миллиард Так даже Ну дольше читать Зачем Хорошо Представляете Индия Масштабы Миллиард Триста Миллионов Для нас Как для эстонцев Где Один миллион Триста Тысяч Человек У нас тоже Один и три Это совсем непонятно Хорошо И что в Индии Пожалуйста Ну там тоже Вели карантин И там Намного По-моему Жестче Это сделать Что прям Никому не разрешалось Никуда выходить И там тоже Вот Семьи неблагополучные Вот тоже Столкнулись С большой проблемой Нехваткой Ну Средств Жизни Да И там есть Такая миссия Иисус без границ И они решили Сделать Такое служение Которое основали Миссионеры Стэн и Ланолов Которые там Служат Чтобы Создать Продуктовые наборы Для 84 Семей Которые остались Без работы И без еды Таким образом Люди Выстроились В очередь Конечно по всем Правилам Карантину Чтобы Не было никаких Проблем И вот Семьи Бедняков Они Со слезами На глазах Брали вот эту еду И деньги И они Вот Приняли вот такую помощь А со своей стороны Получается Вот миссионеры Которые там находились Вот нашли Как они смогли Послужить Для Людей Которые оказались В таком вот Трудном положении Представляете Да Для Индии Насколько Все Это Востребовано Потому что Очень большая часть Населения Живет За Чертой Бедности И для них Какой-то пакетик риса Это вообще Драгоценность Которую Они Не могут Переоценить И здесь Правильно Люди Миссионеры Которые Находятся Там На служении Нашли Вот этот Вариант Как Послужить И сделали Скажи Сколько Еще раз Пакетиков Там 84 Они сделали 84 84 Миллиона Нет Не миллиона В том-то и дело 84 пакетика Да Для Одного Миллиарда Трехсот Тысяч Много Немного То есть Это малое дело Малое Но оно Нужное Я думаю Что локально Они Произвели Невероятные Впечатления На всех Тех Кто живет Здесь Я думаю Что Если бы Еще 84 Миллиона Таких же Организаций Сделали 84 пакетика То я думаю Что Можно было Накормить Не только Индию А вообще И много Других Стран Может быть Кто-то Из вас Знает Еще Такую Историю О том Как Маленький Мальчик Однажды Гулял Вернее Пожилой Мужчина Гулял По берегу И увидел Мальчика Который Берет Высыпал Очень много Морских звезд На берег Он берет Одну Морскую звезду И бросает Обратно В воду И он так Видит Что этих Звезд Ну просто Все побережье И он так Подошел К этому Мальчику Говорит Ну что ты делаешь Ну зачем Ну ты все равно Не сможешь Вот всех Все эти Морские звезды Спасти А мальчик Такой Нагибается Берет Очередную И говорит Ну зато я могу Спасти вот эту О Какая прелесть Обратно В воду Какая милая история Я хочу тоже пойти И попростать Морские звезды Так вот здесь Мы можем сказать Да для такого Количества людей Мы не можем Всех накормить Всем сделать доброе дело Но мы можем сделать Зато мы накормим Этих Конкретному Это классно Человеку Конкретной семье И так далее То есть в этом смысле Доброе дело Оно да конечно Оно ограничено Оно не решает Все общие Глобальные картины Но оно может Сделать что-то Ну и получается Ты помог Ему Другой помог Тому И таким образом Каждый помог Друг другу Это вообще Очень классная мысль Потому что мы Часто хотим Замутить что глобальное Я хочу накормить Всю Африку Но понятное дело Что Ну Персонально Ни у кого Нет такого ресурса И у многих Ну даже организаций Тоже нет такого ресурса Чтобы накормить Всю Африку А если мы Концентрируемся На каких-то Ну конкретных людях Может быть даже Не из Африки Может быть даже Вот бабушка В соседней квартире Нуждается в той помощи Когда ты совершаешь эту помощь То ты как бы достиг Своей цели Да она была не глобальная Но локально Ты для кого-то Возможно совершил чудо Возможно Там Какая-то бабушка Или какая-то семья Молились о том Чтобы кто-то к ним пришел И принес что-то И вот я вот за такое Добродетель Потому что она как бы Она более достижимая И вот И ты можешь видеть Все эти плоды Потому что вот это Вокруг тебя происходит И наверное поэтому Написано Ближним Помогай ближнему Да Возлюби ближнего Потому что думать о том Кто на другом Конце земного шара У тебя не хватит Да Это правда Знаете Я еще хотел бы предложить Нашим радиослушателям Или зрителям Тоже как-то поучаствовать Скажите Что вы может быть Делаете в своей местности Как вы помогаете Окружающим Может быть Со своей стороны Или как церковь Или лично Или может быть Ваша семья И может быть Поделитесь этим Как идеей Может быть Мы это не обсуждали сейчас Может быть Никому из нас Это еще в голову Не приходило А вам пришла И это будет Хороший пример Для подражания Вы можете написать нам В инстаграме Можете написать Об этом в контакте Мы зачитаем Если будут Какие-то оригинальные вещи Будет полезно всем А пока Вы что-то нам Пишите Мы послушаем Песню Посмотрим У кого есть возможность Музыкальный клип На тему Христос воскрес Музыкальный клип Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Бог луни, пуся, співати пісні, про надію живу, про Його воскресенье. Христос воскрес, воскрес, радуй земля, скривайте люди. Настанет день, и своро с ним воскреснемо мы, и радость будет. Христос воскрес, Христос воскрес, радуй земля, скривайте люди. Настанет день, и своро с ним воскреснемо мы, и радость будет. Божа любовь нас пославить гріха, Бог тримає нас міцно в долонях. Він послов свого Сина Ісуса Христа, щоб померти за нас і життя дати нове. Христос воскрес, Христос воскрес, радуй земля, скривайте люди. Настанет день, и своро с ним воскреснемо мы, и радость будет. Христос воскрес, Христос воскрес, радуй земля, скривайте люди. Настанет день, и своро с ним воскреснемо мы, и радость будет. Воскреснемо мы, и радость будет. Это когда была песня группы «Мелодия». Песня, понятно, о воскресении Иисуса Христа. А мы продолжаем нашу молодежку. Мы сегодня отвечаем на вопрос, как христиане могут помочь окружающим людям. И если у вас, дорогие друзья, есть какие-то варианты, чем вы можете поделиться, какими-то идеями, можете писать нам на Viber, плюс 372-51-99-90-90, или писать в Инстаграме, или ВКонтакте. Каким образом сегодня можно помочь окружающим? Мы зачитаем самые оригинальные ответы, если будут, на этот вопрос. Продолжая эфир, мы, значит, получается, рассмотрели какую сферу? Сферу душевного, то есть эмоции, чувства, да, что мы здесь призваны утешать окружающих людей тем утешением, которым нас утешает сам Господь. Вторая сфера – это духовная. Давайте назовем ее духовная. Каким образом мы здесь можем помогать окружающим? Я бы здесь вспомнил про такого известного библейского героя, как Ной. Ной. Вот что вы знаете про Ной, кроме того, что он строил ковчег? Ковчег. Прости, я не понял, сколько лет он строил ковчег? 120 лет. 120 лет, да? Но ты как сам наблюдал и считал. Хорошо. Предположим, на протяжении 120 лет он строил ковчег, и все. А вот окружающие люди ходили мимо, какие-то комментарии. Ну, конечно, не все. Какие-то шуточки отпускали в его адрес. Что он делал? Он, ну, я помню, что он убеждал их, ну, как бы тоже прийти в ковчег. Откуда мы это знаем? Из священного Писания. Хорошо. Я предлагаю нам открыть, открыть второе послание Петра, вторая глава, пятый стих. Так, второе послание Петра, вторая глава, пятый стих. Смотрите, как здесь сказано. Значит, вскользь, как будто бы читаем между строк, но тем не менее, очень важная характеристика. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И дальше ставим троеточие. Что мы здесь узнаем о Нее? Я специально прочитал монотонно на одном дыхании. Проповедник правды. Проповедник правды. Слышали? О Нее сказано, что он был проповедником правды. А что за правда? Ну, видимо, про то, что грядет гнев Божий, что надо спасаться вот в ковчеге. Совершенно верно. О том, что грядет потоп, да, гнев Божий, идет вот эта беда, идет конец света. Это был тоже своего рода конец света для них. И он об этом не молчал, ему Бог открыл, он это открывал дальше. И строя ковчег, я больше чем уверен, что он призывал людей к покаянию, к спасению. И вплоть до того, что, пожалуйста, присоединитесь ко мне. Запрета на то, чтобы кого-то взять на борт не было. И в этом плане просто никто не поверил, просто никто не послушался. Это удивительно, что вообще никто, вообще никто. Я просто поражаюсь, я как будто не верю. Да, так вот, каким образом мы можем, да, оказать вот эту духовную помощь окружающим людям? Вот проводя параллель между Ноем и нашим временем. Ну, я думаю, что... Я думаю, что в такие моменты, когда вот народ особо напряжен, я думаю, что многие вообще задумываются о жизни, зачем они живут, для чего. И я думаю, что это хорошая вот такая почва для того, чтобы людям говорить о том, что грядет такой же потоп, гнев Божий, который... От которого нужно, ну, спасение. И вот как раз проповедать это спасение вот через Иисуса Христа, я думаю, что вот именно в моменты, когда у человека какая-то угроза жизни вот назревает, то он совсем по-другому смотрит на все эти вещи. Да, и смотрите, есть хорошая новость об англиканском священнике, она мне очень коснулась их, хорошо, что у нас есть возможность чуть поподробнее познакомиться с обстоятельствами служения этого человека, пожалуйста, Рэн, познакомь нас. Мне прям прочитать, да? Ну, самые важные такие моменты, да. Значит, один лондонский священник из Лондона нашел необычный способ поддержать прихожан молитвой в условиях карантина. Его зовут Пэт Алертон, и он викарий церкви Стоа Петра в Портабелло-Роуд в престижном лондонском районе Ноттинг-Хилл. И каждый день он выезжает из своего дома на велосипеде с колонкой и ездит по городу и включает христианскую музыку и предлагает людям помолиться вместе с ним в микрофон. И удивительно, что вот я не ожидал такой реакции у народа, что люди с удовольствием слушают, они подходят, они молятся за страну, за мир. Многие люди аплодируют с балкона, чтобы на улицу выходить нежелательно, поэтому многие вот с балкона смотрят и аплодируют. И так как все церкви Англии закрыты из-за пандемии коронавируса с 23 марта, и ее клирикам приходится идти на разные ухищрения, чтобы не оставлять верующих без пастерской поддержки. Очень приятно, что пастыри понимают, что людям нужна эта духовная поддержка, и вот они настолько вот уверены в том, что они могут вот в это время точно так же поддерживать своих прихожан. Они вот даже вот идут вот на такие вот поступки очень просто героические. И причем вот уже ближе к концу один человек даже потом рассказал свое свидетельство, насколько ему было важно, что вот священник ездит по городу. И вот ободряет, ну, как бы, ну, наверное, просто в микрофон говорит такие общие вещи, которые вот так коснулись одного спортсмена. Он был на улице в это время на спортивной площадке, так как в Англии, как я узнал, разрешено один час в день проводить на улице. И вот он в это время проводил его на спортивной площадке, и когда он услышал вот эту проповедь священника, то его это очень коснулось, потому что у него буквально недавно от коронавируса умер дедушка. И он говорит, что там я не могу ни обнять бабушку, мы не можем даже его похоронить. Ну, вот из-за таких условий самоизоляции. И вот эта поддержка ему очень и очень помогла, как он сам говорит. И этот священник, вот я уже завершаю, в одном из интервью признался, что ожидал негативной реакции на свою проповедь. Он говорит, я думал, меня закидают яйцами, но оказалось, люди очень добры, люди аплодируют, приветственно кричат. Один раз даже попросили выступить на бис, рассказывает викарий. Вот такая у меня новость из Лондона. Слава богу, что такое хорошее свидетельство, да, даже, как мы увидели, человек ожидал негативной реакции больше. Я был готов к ней, а на самом деле это было так востребовано. И иногда вот эти страхи, они нас могут пугать, как-то мы не решаемся там заговорить с кем-то, обратиться к кому-то. А в то же время мы понимаем, да, через вот такие свидетельства, насколько это все важно, востребовано, и люди ждут вот этой поддержки. И знаете, вот еще один текст из первого послания Петра 3.15, он тоже говорит нам подобные вещи. Написано так. Господа Бога, светите в сердцах ваших. И дальше. Вот этот интересный такой момент, что мы должны быть готовы, мы как христиане, должны быть готовы дать ответ о нашем уповании, скротости и благоговении. Во что и почему мы верим, правильно? Да, да. Почему ты спокойный, почему ты не паникуешь? У Дариной есть что сказать, пожалуйста. Я просто заметила, что нам в инстаграме комментарий. Комментарий. Скинули, да. Читаем. Написал Александр Костарев. Добрый день, Радио Ильи, уважаемые слушатели. У меня вопрос. Как вы считаете, когда закончится карантин и скучаете по школе и обычной жизни? Я сегодня ответственен за трансляцию во Вконтакте. И что удивительно, Александр Костарев и туда, и сюда написал. Он написал, добрый день, Радио Ильи. Дорогие слушатели, у меня вопрос. Чем вы занимаетесь на карантине? Что интересного открыли для себя? Что желаете остальным? И Лиза Белова отвечает на это сообщение. Пишет. Приветствую. Дома смотрю сериальчик и пытаюсь рисовать. Тоже вариант. А, кстати, было одно исследование, когда молодых, не молодых, просто рандомно людей, которые согласились принять участие в этом эксперименте, посадили в такие закрытые дома. Нельзя было выходить, нельзя было пользоваться телефонами, естественно, телевизором, какими-то другими вещами, к которым мы привыкли. И, значит, ну, было предложено несколько дней так продержаться. У многих случилась просто вот истерика. Через несколько дней случилась истерика. Там один человек прямо бился головой об стену, он не знал, чем заняться. И здесь очень важно, есть ли у тебя вот какое-то увлечение, хобби, чем бы ты мог заняться вот в таких обстоятельствах. Если его нет, пережить будет сложнее. Да, это правда. Хорошо, мы с вами рассмотрели сферу душевного, рассмотрели сферу духовного. Давайте теперь в заключении рассмотрим еще тему физического какого-то участия, когда мы можем оказать реальную физическую помощь окружающим людям. Это еще называется как филантропия или филантропия от греческого слова филио, то есть любовь, но такая любовь дружеская, именно чтобы оказать какую-то поддержку. И знаете, что вот это благодетель, еще если назвать это таким церковным языком благодетель, это отличительная вообще характеристика христианства. Христиане всегда были готовы откликнуться на нужду и принять вот эти вызовы с тем, чтобы поучаствовать в чьем-то несчастье, горе или таких тяжелых обстоятельствах. У Дарины есть, мне кажется, информация по поводу того, как вот церковь какая-то тоже откликнулась на то, чтобы помочь нуждающимся и что-то сделать со своей стороны. В двух словах тогда, Рин, расскажи об этом. Ну да, это получается в США, мне кажется, это уже побольше такая церковь, она решила тоже поддержать всех нуждающихся, и она уже подготовила где-то 12 тонн в целом вот таких вот наборов необходимостей и таким образом их раздала. Ну, наверное, интереснее вот узнать, что они по этому поводу сами думали. Они вот сказали на такой акт, получается, добродетели, что мы любим Христа и мы рады служить людям по всему Нью-Джерси, любым доступным нам способом во время кризиса. То есть это тоже как бы для нас ответ, что любым доступным способом, который мы видим в своей жизни, который, мы думаем, нам возможен по нашим силам, вот не откладывать на потом, а вот действовать сейчас. Потому что никто не знает, когда это закончится, а потом вдруг пройдет карантин, а ты вот подумал, а я так и никому и не смог как-то помочь, хотя хотел. Можно я еще несколько слов скажу? Знаете, ректор Российского православного университета Игумен Петр Еремеев, он напомнил, что московское студенчество, оно всегда героически откликалось на все вызовы времени. И в пример он привел события 1830 года, когда в осенние месяцы в Москве случилась вспышка холеры. Тогда многие москвичи, в том числе и студенты закрытого на время карантина московского университета, вызвались добровольцами на борьбу с болезнью. Без страха работали в госпиталях, жертвенно помогали нуждающимся. И он говорит, что сегодня от нас требуется гораздо меньше. Он призывает просто поддержать всеми силами нуждающихся в вашей заботе. То есть посмотреть на тех, кто находится рядом и может быть делать какую-то самую малость, принести те же самые продукты, медикаменты или предметы первой необходимости. И знаете, что касается еще благодетелей того, как мы говорили, черты христианства, об этом очень много говорится в Писаниях. В Нагорной проповеди Христос говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили бы Отца вашего Небесного. Получается, вот доброе дело, оно именно как раз будет способствовать тому, что люди будут прославлять Бога. В Послании Фессианам 2 глава 10 стих говорится о том, что мы вообще в Иисусе Христе созданы на добрые дела. То есть это, собственно, наша прямая обязанность, наше предназначение. Мы созданы на добрые дела. В Послании Римлянам 2 глава 7 стих, давайте тоже не поленимся, откроем этот отрывочек. 2 глава Римлянам 7 стих сказано так. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертие, жизнь вечную. То есть, если потом интересно будет, то вы можете просмотреть все эти тексты. Ну, а в Деяниях 6 глава мы читаем тоже о конфликте, который произошел там между вдовицами у еленов. И как вот в церкви разрешили этот конфликт тоже. Были назначены диаконы. Вот тогда и появились диаконы, как служители, которые занимались вот именно, так скажем, даже социальным служением, которые раздавали пищу, регулировали вот эти вопросы в церкви. То есть, церковь всегда была очень чутко к этим моментам и реагировала молниеносно. Поэтому у нас сейчас есть возможность послужить. И хотелось бы вот именно на этом таком слове закончить нашу сегодняшнюю трансляцию, передачу, что для нас это возможность. Для нас возможность послужить, сделать доброе дело, явить Христа, Его милосердие, Его любовь, заботу тем, которые находятся рядом с нами. Если у вас, ребят, еще есть что добавить, пожалуйста, в заключение можете поделиться. Под конец нашей программы Валентина Лебедева пишет «Мир вам». С миром принимаю. Да, очень приятно. Очень приятно. Все, тогда прощаемся. Может быть, Рейн, у тебя пару слов, дари нам в заключении. Ну вот я могу сказать, что я вот вообще часто я много уделяю именно такой вот ментальной части, ментальной поддержке. Я очень люблю общаться, очень люблю вот так вот слушать своих друзей, ну, людей. Поэтому вот от меня такое особое пожелание общаться, потому что сейчас как будто вот этот карантин очень много разных отношений вот разрывает между людьми. Потому что люди начинают видеть в других людях угрозу или просто перестают общаться, как вот, например, с друзьями из школы, с которыми я вижусь только в школе. И я вот призываю вас общаться, какие-то общие темы для разговоров находить. И если видите, что человек очень боится, то ободряйте его, наставляйте его. И вот, вот мое пожелание на сегодня. Вот. Очень хорошее пожелание. А ты, Дарина, что пожелаешь? Но мне вот очень понравились, если честно, слова вот этих вот работников в этой церкви, что любым доступным вам способом тоже улыбнуться. Если вы, конечно, водитель автобуса, то, ну, спросите, кому какая песня нравится, давайте я вам включу. Тоже будет очень приятно. Вот тоже стараться распространять такие более радостные какие-то мысли и поддерживать своих друзей особенно. Потому что сейчас из-за того, что меньше возможностей видеться, это тоже такой большой, может быть, проблемой в том, чтобы как-то продолжать отношения. Потому что зачастую, чем реже ты видишься с кем-то, тем уже, как бы, впоследствии не такие близкие отношения. Поэтому вот не бойтесь там иногда написать лишний раз. Если вот вы думаете... Позвонить. Позвонить, да. Если вот вы думаете, что вы чем-то можете кому-то помочь, вот не откладывайте на потом, потому что можно легко забыть про это. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. В эфире был медиапроект «Молодежка». В нашей студии Семейного радио был я, Алексей Мюллер. Мои соведущие Рейн Мюллер и Дарина Шупарская. Мы говорили на тему, как сегодня христиане могут помочь окружающим. Пусть Господь вас благословит, даст мудрости и силы исполнить свое предназначение. Всего доброго, с Богом. Пока-пока. Благословения. До свидания. МОЛОДЕЖКА 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 МОЛОДЕЖКА